Позови меня, позови меня, хоть когда-нибудь, позови, позови. Исполнить песню из репертуара Магомаева Иван мечтал с детства. Но педагог по вокалу сдерживал «До них надо дорасти». Инна Рязанова – педагог строгий и требовательный, а еще чуткий на подбор песен. Мы начинаем сразу с текста, то есть дикционно, не проваливаем самое вступление. Вот как бы она ошибка из репетиции в репетицию одна и та же. Обращай внимание и сразу вспоминай, о чем говорю. Потому что в песне главное – текст. Слов непонятно, и смысл тогда этой песни подает, теряется. Уверенности в силах молодому исполнителю в этом году добавила победа в городском телевизионном фестивале «Голоса Победы». Вдохновился настолько, что рискнул участвовать во всероссийском музыкальном онлайн-марафоне, посвященном Дню Победы. Ролик записали, отправили в Москву. Иван стал одним из более чем 12 тысяч участников, исполнивших песню «День Победы». Рекорд внесен в Книгу рекордов России. Число просмотров – более 25 миллионов. «День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек». Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Была еще краевая акция, когда мы должны были 9 мая ровно в 12 часов эту песню Тухманова «День Победы» вновь спеть. И вот в суровых условиях карантина мы вышли на фасад и спели и отправили опять же в наше министерство, которое было инициатором проведения этой акции и тоже получили слова благодарности. Заниматься вокалом Иван начал еще в детстве, в 15 лет даже во всероссийских дельфийских играх участвовал. Взрослел сам, взрослел и его репертуар. Теперь он исполняет песни Мартынова, Кобзона и, конечно же, своего кумира Магомаева. Пусть она в свете всем, как волшебная ладь под ночи. Пусть ее яркий свет освещает влюбленных путей. Молодец, спасибо. Инна Рязанова по секрету поделилась с нами, что сегодня Иван один из самых перспективных исполнителей нашего города. И у нее есть все основания считать, что когда-нибудь он прославит Бийск на всю страну. А пока упорные репетиции. По полтора-два часа каждая. Готовится первый сольный концерт. Мне бы хотелось свой сольный концерт людям представить. Новый репертуар мы с Инной Владимировной сейчас прорабатываем. Мне, в принципе, особой разницы нет, вживую петь или через онлайн какие-то платформы. Я буду рад любой вообще работе. В том, что концерт состоится либо вживую, либо в онлайне, сомневаться не приходится. Похоже, что искреннее желание дарить радость людям – еще один талант Ивана Михайлова. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Будни.